Добро пожаловать в еще одно видео о технологиях SMART. Цель этого видео показать процесс настройки и загрузки из сети Foundation Feedbus, созданной для полевых приложений. Давайте в этом видео покажем тогда, как правильно скомиссионировать и загрузить сеть Foundation Feedbus для использования. Входим в онлайн на кнопке в меню «Глав». Автоматически он будет осуществлять связь с железом с использованием нашего процессора UDF-TI. И с этим мы сможем добиться, сделать комиссионное. Итак, давайте перейдем к сети HSE. В этом живом списке мы можем увидеть наших онлайн-оборудования. У нас здесь наш хост и наш процессор. Давайте сначала назначим формат UDF-3. Мы можем иметь до 32 CPU. Давайте возьмем CPU, который у нас есть по серийному номеру. И мы дадим команду на комиссование. Он спрашивает, хотим ли мы скачать, и мы ответим, что нет. Комиссионование – это обновление имени в сети. На оборудовании он поставит имя из проекта. Давайте назначить комиссию для полевых устройств. Итак, там на канале. Мы видим это здесь. Наша полевую сеть. У нас сейчас три онлайн-устройства. ЛД, ФИПСОН. В данном случае FI и ТТ – это передатчик температуры. И можем настроить его, используя правую кнопку мыши. Мы смогли правильно указать имя. Или с помощью правой кнопки мыши кнопку комиссия. Давайте выберем ТТ. Настроим устройство ТТ. Заметьте, он становится U, что означает. Не настройки. Выбираем FI. Для настройки. Он исправляет все имена и также настраивает адрес каждого в сети. Затем можем сделать загрузку. Кликаем на загрузку и старт. Он начнет забирать всю настройку и стратегию, которую мы создали, и посылать в нашу сеть, к ЦП и к нашим полевым инструментам. Так, мы завершаем процесс загрузки. Так, мы завершаем настройку. Затем, чтобы мониторить, мы экспортируем теги. Для мониторинга и визуализации онлайн нашей программе. Давайте откроем нашу стратегию управления. Затем, кнопка для мониторинга. Мы можем следить за нашей стратегией в режиме онлайн, экспортируя. Мы можем также контролировать нашу супервизорскую систему. И мы можем также наблюдать все блоки индивидуально. Кликая по блоку, он автоматически откроет новое окно. В этом окне мы можем проверить параметры вход и выход. Мы можем изменять параметры в сети. Установим точку в 50%. Мы можем изменить настройки. Смотрите, контроль уже работает. На уровень в 50%. Поскольку PV была ниже, он уже открыл клапан. И с этим мы можем завершить наше видео по настройке. И проверки нашей системы управления. Нашего примера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...